Воздухоплавательный фестиваль небесная регата Гость программы, вице-президент Федерации Воздухоплавания Ростовской области Александр Буихман Александр Петрович, здравствуйте Здравствуйте Вам тоже с детства снилась высота? Да, конечно Согласны с мнением аргентинского режиссера? Или у вас своя точка зрения по поводу высоты и полетов? Собственно говоря, если уже говорить с философской точки зрения Каждый придерживается той жизненной позиции, которая ему максимально комфортна Однако, если существует тяга-тяга к небу И желание взлететь Увидеть закат, увидеть рассвет С высоты 300-500 метров Побывать в абсолютной тишине Приблизиться к облакам и к звездам То в этом случае мне кажется, что, наверное, не стоит свое желание души, скажем так, ограничивать какими-то, скажем, каким-то потолком Поэтому чем выше, тем лучше Фестиваль «Небесная регата» в этом году пройдет уже во второй раз А вообще, как и кому пришла идея проводить такие зрелищные события? Я видел видеоматериалы, это действительно захватывает Почему не проводили такие фестивали раньше? И с чего, собственно, начиналось воздухоплавание на Донской земле? Ну, на Донской земле у нас началось с того, что были Росвертолом приобретены первые два шара в 2003 году Ну, собственно говоря, были осуществлены первые полеты Была создана областная федерация воздухоплавания Которая на сегодняшний момент, я считаю, успешно развивается Потому что у нас порядка уже шести шаров зарегистрированных в Ростовской области Первая регата, она была как бы пробная У нас как раз было шесть участников Это прошлый год, правильно? Да, первая регата В этом году это вторая регата Значит, вы знаете, она будет состоять из двух соревнований И одно из них достаточно уникальное Потому что будет женский кубок Вот, разыгран На сегодняшний день подтвердили участие свое семь пилотов Значит, если мы наберем 10 участников Данное соревнование, вот женский кубок Будет приравнен к Кубку России То есть это будет первый официальный кубок России по воздухоплаванию Который может пройти непосредственно на территории Ростовской области Правильно ли я вас понял, что в прошлом году Кубок по женскому воздухоплаванию не проводили? Это вот главное отличие этого фестиваля? Очень широкая география на сегодняшний день Представлена участниками Потому что приезжают наши друзья Из Краснодара, Великих Луг, Казани Москва, Долгопрудный подъедет То есть очень широко представлена география воздухоплавания на сегодняшний день А немного о самих соревнованиях Это просто будут полеты такие Или все-таки там будут задания? Вы знаете, это, конечно, именно соревнования Потому как воздухоплавание является прикладным видом спорта Это будут спортивные дирекции, установленные определенные задания Это будут очень видовые, очень смотрибельные виды упражнений Вот, например, один из них — это пролететь по заданному маршруту Приблизиться к квадрату заданному И маркером пометить мишень Ну, то есть вот таким образом мы проходим маршрут Разные ветровые коридоры И вот таким образом управляется шар То есть все будет приниматься в зачет Будет порядка семи различных упражнений Исходя из этого будет общий зачет И лидер будет определен, соответственно, как чемпион Южного федерального округа Воздухоплавание, насколько мне известно, это бит спорта Все верно, вот сейчас вы как раз таки это и подтвердили С вашей точки зрения, как он развивается на Дону И каковы перспективы здесь, в Ростовской области? Ну, перспективы нашей Ростовской области Как бы она создана для того, чтобы здесь у нас Именно тепловые аэростаты поднимались в небо, в воздух Посмотрите, какие степи и так далее Единственное, что, конечно, ветровая нагрузка не всегда шар любит Да, это все-таки тепловой аэростат Это неуправляемый летательный аппарат И ветровые, как бы, скажем так, нагрузки не всегда для него положительны Ну, в принципе, конечно, имея такие просторы, наши степи Ну, великолепно, великолепно То есть можно видеть такие красоты и для туристов И для, скажем, нашего города Это вообще было бы неплохо Очень многие города, я не говорю города-миллионники Даже меньше по населению Имеют так называемые брендовые шары Не забывайте о том, что шар – это огромная площадь Это поверхность, на которую можно нанести И добро пожаловать в Ростов И, скажем, на чемпионат мира по футболу Ну, это очень перспективная вещь А вот что мешает этому виду спорта здесь развиваться? Потому что это действительно зрелищно И те видеоперекрытия, которые сейчас видят наши телезрители Они в этом убеждаются Почему вот только с 2003-2004 года все началось? Ну, и давайте скажем так Так это вид спорта не дешевый То есть стоимость одного баллона, одного шара Вместе с оборудованием, с горелкой, с корзиной и так далее Это полтора миллиона рублей Я назвал среднюю цену Далеко не каждому, конечно, гражданину По карману купить, скажем так И потом необходимо Не каждый имеет право летать и управлять шаром Для того, чтобы стать пилотом теплового аэростата Надо закончить, пройти обучение Обучение тоже не дешевое В Ростове этому не учат Есть две школы Это Великие Алуки и Москва Аэровальс так называемый Те, которые имеют право выдавать Ну, скажем так Права на управление Значит, на пилотирование Воздушным шаром Вот Я хочу сказать, конечно И мы заинтересованы в том, чтобы активно развивался этот вид спорта Как любой вид спорта Он нуждается в поддержке Поддержке, в том числе и спонсорской поддержке Вы знаете, вот сейчас сложилась вообще уникальная ситуация У нас женский наш кубок, который будет проходить Практически это кубок России Он не имеет названия И мы заинтересованы в приходе к нам Серьезного спонсора Который бы поддержал нас И у нас есть возможность в его честь Назвать первый кубок, который будет проходить Первый женский кубок Фестиваль проходит в конце августа Сейчас те, кто нас видят, слышат Те, кто занимаются этим видом спорта Как еще можно стать участником? Время есть И, собственно, как можно стать зрителем? Я уверен, что многие захотят посмотреть И, возможно, даже прокатиться Полетать на большом воздушном шаре То есть, как это возможно? Где, собственно, это все будет проходить? Вы знаете, планируем мы начало открытия нашего фестиваля Нашей небесной регаты Это в парке ДГТУ ДГТУ оказывает нам очень серьезную поддержку В плане того, что мы создали там клуб Молодежный клуб, который представляет Ростовскую область На различных фестивалях, соревнованиях Мы с парка ДГТУ Со спортивной площадки Планируем массовый старт 23-го числа С 17 до 19.00 Ну, в зависимости от погоды Какая будет погода Ну, вот в это время мы приглашаем всех ростовчан Прийти, посмотреть, насколько это будет красиво А если участником я хочу стать То есть, это что нужно зайти на сайт Федерации воздохоплавания То есть, как зарегистрироваться То есть, я как понимаю, еще заявка не закрыта Правильно? Нет, 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 мы до последнего будем ждать Ради бога, заходите Абсолютно правильно вы сказали Заходите на сайт Там есть контактные телефоны Там есть все условия регистрации И что необходимо для этой регистрации Можно все прочесть Если что-то непонятно То есть, контактные телефоны Мы постараемся ответить на все вопросы По критериям занятия воздухоплаванием Вы уже сказали, что для того, чтобы летать Нужна лицензия Каковы еще критерии То есть, насколько это дорого заниматься Шар, вы сказали, в среднем стоит аж полтора миллиона рублей То есть, какие варианты возможны Вот, если вот сейчас нас смотрят те, кто заинтересовался Безусловно, у них возникает этот вопрос Есть какие-то ограничения по здоровью То есть, кем можно быть в составе экипажа, например Вы знаете, что на сегодняшний день Из Долгопрудного Самый возрастной пилот, который летает на сегодняшний день Это 78 лет И он себя прекрасно чувствует И как на земле, так и на высоте Но с какими ограничениями по здоровью Точно не пустят в корзину Конечно Желательно все-таки, чтобы не было никаких психических отклонений Это прежде всего То есть, если получать лицензию пилота Конечно, справка от нарколога И справка от психиатра То есть, практически все те же самые ограничения Как при сдаче на право автомобиля Либо при получении лицензии на огнестрельное оружие охотничьей Ну и, соответственно, есть еще одно небольшое ограничение Это человек должен быть здоров в плане гипертонии Я имею в виду острых каких-либо перепадов Что нет таких, как гипертонических кризов Чтобы наверху Тем более, если пилоты ты несешь ответственность за жизнь пассажиров Чтобы не возникли какие-то непредвиденные ситуации То есть, те, кто хотят заниматься этим видом спорта Но не имеют возможности купить, естественно, это оборудование То есть, что вот им делать, что вы посоветуете? Ну, прежде всего, прийти в клуб Молодежный клуб воздухоплавания ДГТУ Либо, значит, к нам в федерацию Федерацию воздухоплавания Мы с этим поможем Да, действительно, там шар есть Значит, минимальный теоретический курс Необходимо будет прослушать Ну и, собственно говоря, конечно И такая небольшая Как говорится, вперед в небо Да, ремарка в завершении Первый полет на большом воздушном шаре Случился в конце 18 века в Париже Тогда французский физик Деросге поднялся в воздух И пробыл там аж 25 минут И пролетел 10 километров на высоте 1000 метров Ваши воздушные шары Собственно, на какую высоту будут подниматься И о каком километраже идет речь Ну, значит, действительно Есть некоторые ограничения Ну, во-первых, значит, пролетая на территории города Это минимум высота 100 метров От самой верхней точки шпиля Самого высокого Для безопасности Ну, вообще, давайте скажем так Полеты проходят на высоте От 100 до 500 метров В зависимости от погодных условий И непосредственно устойчивого ветрового коридора Нам же по вертикали необходимо найти тот воздушный поток Куда нам, в принципе, хотелось бы лететь Поэтому мы ищем его Это может быть и 150 метров, и 200, и 300 Ну, а, собственно говоря, сам полет на дальность Ну, мы хотели бы, чтобы это было в пределах 50 километров Александр Петрович, вам спасибо за содержательные ответы Много полезной информации Собственно, такая премьера Не все, далеко не все знают пока Об этом красивом виде спорта Но вы много рассказали И теперь люди, в принципе, понимают С чем имеют дело Вам хорошей погоды желаю На вот этот период С 23 по 29 августа Когда пройдет небесная регата И ждем вас вновь в нашей студии Спасибо Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня гостем нашей программы Стал вице-президент Федерации воздухоплавания Ростовской области Александр Гоихман В студии был Артем Тарасов До встречи на Дону Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова